Вторая мировая война была полна легендарных пистолетов-пулемётов. У Соединённых Штатов был Томпсон, у Великобритании был Стэн, у Германии был МП-40, а у Советского Союза был культовый ППШ-41. Но многие люди не знают, что было оружие, которое появилось после ППШ-41, пришло ему на замену. На самом деле ППШ-41 очень крутой, но в Советском Союзе хотели сделать его улучшенную версию. Вот, собственно, и она. ППС-43. Как дела, мои ненаглядные мамки и ютуберы? Рад снова видеть вас на канале. Сегодняшнее видео будет о ППС-43. Многие знатоки истории просили об этом видео с того момента, как он появился у меня на стене. А те, кто не интересуется историей, вообще не знают, что это такое, но это нормально, мы его обсудим. ППС-43 — это советский пистолет-пулемет. В нем применен свободный затвор, и стреляет он с открытого затвора. Это значит, что при нажатии на спуск затвор идет вперед, ударяет патрон, он стреляет, и цикл начинается заново. Он стреляет любимым советским пистолетным калибром того времени — 7,62х25 — из коробчатых магазинов. К сожалению, барабаны в них не использовали. У него есть складной приклад, который мы рассмотрим позже, но я знаю, о чем вы думаете. Брэндон, заткнись уже, наконец, я хочу посмотреть, как он стреляет. Ну, во-первых, следите за языком. А во-вторых, да, сейчас постреляем. С этой пушкой прямо хочется идти защищать Сталинград. Чем же на самом деле является ППС-43? Ну, или ППС, как у нас его называют. Чтобы по-настоящему понять, что такое ППС-43, нам нужно обсудить его старшего брата, ППШ-41. Я знаю, что часто русские злятся, когда я называю его ППС-41, хоть в Америке он так и называется. Они называют его по-другому. Или типа того. Ну, или ППШ. ППС-43 и ППШ-41 оба являются пистолетными пулеметами. Пистолет-пулемет. Вроде так. Буква Ш в названии ППШ означает фамилию конструктора. Шпагин. Но в английском алфавите нет аналогов русской буквы Ш, с которой начинается его фамилия. Мы можем получить звук Ш только сочетанием букв С-Х. Поэтому для нас это оружие называется ППС-41. И если вам это не нравится, не могу передать вам, насколько мне нет до этого дела. Идем дальше. В любом случае, оружие Шпагина в ту пору было просто потрясающим. При стрельбе использовались и коробчатые, и барабанные магазины, и поливал пулями он как из шланга. Его скорострельность составляет примерно 1200 выстрелов в минуту, что ужасно быстро. Стреляет он в два раза быстрее АК. Но также в своем роде это было проблемой, так как обеспечить солдат необходимым количеством патронов и Советский Союз соотносится примерно так же, как молоко и жаркий летний день. Кроме повышенного расхода боеприпасов, еще он был довольно тяжелый. Масса ППШ-41 составляет более 3,5 килограмм без магазина, что довольно много для пистолета-пулемета. Опять же, он тяжелее стандартного АК. И советское руководство утвердило конкурс на разработку нового пистолета-пулемета, лишенного этих недостатков. В этом конкурсе участвовал даже Михаил Калашников. Но победил в этом конкурсе ППС-43, разработанный Алексеем Судаевым, царство ему небесное. Разумеется, буква «С» в названии означает «Судаев». В пистолете-пулемете Судаева скорострельность уменьшена почти в два раза. И также у него есть удобный складной приклад, который делает его более компактным, вместо фиксированного деревянного приклада. Также при проектировании ему удалось снизить массу оружия без патронов на 600 грамм. И так как весь пистолет-пулемет изготавливался из штампованного металла, его производство было довольно дешевым и простым. Патрон при этом остался прежний. Разумеется, 7,62х25 токарев. Это тульский токарев, он же советский точно не родной брат 1911-го, обещаю. Как я и говорил, патрон 7,62х25 токарев. Отличный пистолет. Я, конечно, стрелял сейчас очень далеко, по маленькой мишени. Не покажу, по какой именно. Но токарев был разработан для поражения цели немного под другим углом. И в упор. Теперь, когда мы устранили их командира с помощью токарева, остальных я вежливо попрошу смотреть в стену. Запомните, дети, Америка не замечает военные преступления, если их совершают ее союзники. За время Второй мировой войны они успели произвести 2 миллиона экземпляров. И говоря о 2 миллионах, во время записи этого ролика нам не хватает буквально нескольких тысяч до отметки 2 миллиона подписчиков. Скорее всего, когда вы это смотрите, их уже 2 миллиона. Огромное спасибо вам всем за это. А если сейчас подписчиков все еще 1,99 миллиона, вы знаете, что делать. Смело подписывайтесь. Так вы не пропустите подобный крутой контент. Перед тем, как мы его разберем, выясним, как использовать ППС-43 и рассмотрим органы управления. Может, кому пригодится. Кнопка высвобождения магазина находится внутри этого штампованного кожуха. Так она работает. Это небольшой рычаг. Учитывая возраст этого оружия, шахта магазина довольно добротная, фиксирует надежно. Это пистолет-пулемет со свободным затвором, поэтому все, что вам нужно, это взвести затвор, и он останется открытым. Показываю еще раз. Оружие не заряжено. И все, что делает спуск, это освобождает затвор, потому как затвор удерживается в открытом положении только спуском. При нажатии на спуск затвор устремляется вперед, и патрон стреляет. И пока нажат спуск, это оружие будет стрелять. А сейчас рассмотрим предохранитель, который, по-моему, немного странный. У нас здесь большой штампованный рычаг. И если потянуть его назад, здесь выдвигается ограничитель. И он блокирует движение затвора, взвести его не получится. В том случае, если затвор у вас открыт, также тянем его на себя. И теперь не получится нажать на спуск. Это штампованный ограничитель, или просто деталь из листового металла, которая поднимается вверх. Ее можно видеть через прорезь для рукояти затвора. И она фиксирует затвор, где бы он ни находился, открытый или закрытый. Но пользоваться таким предохранителем не очень удобно. Я бы посоветовал просто быть аккуратнее с оружием. Чтобы сложить приклад, есть эта кнопка в верхней части оружия. Нажимаем ее, и приклад легко складывается. Разворачиваем плечевой упор таким образом. И он ложится вот так, поверх целика. Прицельные приспособления здесь, честно сказать, ничего особенного. Простенький целик и полузакрытая мушка спереди. Рядом с этим легендарным кожухом ствола. Это грубо изготовленный пистолет-пулемет со свободным затвором. Зачем ему крутые прицельные приспособления, если из него стреляют, как правило, с близкого расстояния? Здесь только целик с мушкой. Даже некуда установить, например, такой новый крутой коллиматор, который нам прислал наш спонсор. Спонсор выпуска — тюменский бренд беспроводных наушников CGPods. Пожалуй, самый быстро растущий бренд наушников в России. Интерес к CGPods растет гораздо активнее, чем к зарубежным аналогам. И неудивительно, что у этих наушников постоянно растет объем продаж. Люди просто берут лучшее, что есть на рынке за эту цену. Некоторые говорят, что эти наушники некачественные, так как они собраны в Китае. В 90-е годы я бы и сам так подумал, но сейчас я смотрю на технику вокруг меня и понимаю, что все это собрано в Китае. Главное, что CGPods собираются по разработкам и под строгим контролем тюменцев. И из дорогих комплектующих. У Air 2 микрофон тот же самый, что и у AirPods. Проблема же основная в потребительской корзине. CGPods продаются напрямую со склада без посредников. За такие деньги ничего лучше не найти. У CGPods есть влагозащита. А кейс CGPods 5.0 выдерживает 220 кило. Цена прямая. Без наценок сетевых гигантов. Всего 5000 рублей. Один год гарантии. Не ремонт, а замена. Переходи по ссылке в описании, вводи промокод давай2207 и получи дополнительную скидку 200 рублей. Ссылка в описании. Если интересно, ссылки будут в описании. Спасибо нашему спонсору за поддержку. Возвращаемся к ППС-43. Как же много слов было сказано. Самое время немного передохнуть. Сейчас мы расстреляем те два великолепных спелых арбуза. В том магазине, где мы их купили, их назвали мегаарбузами. Забавно. Я думаю, у Kentucky Ballistics есть что сказать на эту тему. И как бонус, для более эффективного уничтожения арбузов, мы припасли новые экспансивные боеприпасы, которые я сейчас протестирую. Хочу проверить, действительно ли темп стрельбы с ними более стабильный, чем с теми польскими цельнометаллическими боеприпасами, которые мы использовали ранее. Так, высаживаем довольно мощные арбузы. Через три, два, один. Ошибка подачи. Но и это еще не все. Вот такой малыш-крепыш. Это твой арбуз. А это твой арбуз в капиталистической пропаганде. Я имею в виду, что так как у нас капитализм, то производится гораздо больше еды, чем нам может пригодиться, и можно ее вот так расстреливать. Меня поражает, насколько проста конструкция этого оружия. Надо вам это показать. Вот только уберу арбуз с моей пушки. Вот не поверите. Две гильзы застряли внутри ствольной коробки, после того, как я спустил целый магазин за раз. Болтались внутри функционирующего оружия, но конструкция здесь настолько простая, что они вообще никак не смогли помешать его работе. А сейчас перейдем к разборке ППС-43. Это у нас пистолет-пулемет со свободным затвором. Мы называем такие пушки трубчатый пистолет. Его конструкция довольно проста. Для разборки необходимо нажать фиксатор в задней части оружия. Разверну плечевой упор, чтобы вам было лучше видно. Зажимаем фиксатор, тянем вверх, и все оружие у нас раскрывается на шарнире. Эту часть оружия мы называем ловер. В ней содержится шахта магазина, элементы управления огнем, пистолетная рукоять, спуск и все такое. И как вы можете видеть, главная задача спускового крючка здесь, это не стоять на пути движения затвора. Когда оружие собрано и затвор открыт, он удерживается открытым именно на спуске. Вы нажимаете на спуск, он высвобождает затвор и не мешает ему делать свое дело. Верхняя часть представляет из себя полукруглую штампованную деталь. Здесь установлен затвор и возвратная пружина, которая помогает ему делать свое дело. Когда он отходит назад, она выталкивает его вперед, чтобы выстрелить следующий патрон. Давайте взвлечем эти детали. Вот они. Механизм возвратной пружины и затвор. Вот так просто она вынимается. На одном конце есть шпонка, которой весь механизм крепится к затвору. Видно, что на затворе у нас есть сквозное отверстие в центре. Вставляем шпонку в это отверстие таким образом, и весь механизм возвратной пружины утапливается в проточку на затворе. Также этот механизм выполняет функции отражателей гильз. Можно видеть, что на зеркале затвора у нас фиксированный ударник. Также есть экстрактор, который вытягивает стрелянную гильзу из патронника. И также небольшой поршень механизма возвратной пружины, которая выталкивает стрелянные гильзы при движении затвора внутри оружия под воздействием отдачи после выстрела. Таким образом, стрелянная гильза вылетает из оружия. Далее, при движении затвора вперед, этот небольшой выступ снизу забирает следующий патрон из магазина. И как только он оказывается в патроннике, ударник прокалывает капсуль и происходит выстрел. Конструкция этого оружия довольно проста в изготовлении. Ну, оригинальная конструкция. Но вот ее переоборудование для стрельбы в полуавтоматическом режиме довольно сложная задача, поэтому эти наборы комплектующих так долго были дешевы. Конечно, есть способы переделать их на полуавтоматический режим. Наборы комплектующих, разумеется, все это тоже было когда-то порезано и затем заново сварено вместе. Сложно сделать полуавтомат именно в плане спуска, ведь конструкция оружия изначально разрабатывалась как очень простая. Переделка в полуавтоматический режим здесь довольно трудозатратное мероприятие. Запомните, дети, чему вас учил дядя Брэндон. Гораздо проще построить автоматический пистолет-пулемет, чем полуавтоматический. Сила в познании. Вот, собственно, и он, ППС-43. Если вам нравится подобное видео о легендарном оружии, обязательно подписывайтесь и напишите в комментариях, какое оружие вы бы хотели увидеть в следующем. Благодарю вас, что досмотрели это видео до конца, и, как обычно, увидимся, мои ненаглядные мамкины ютуберы, в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok